Сразу была зима несуровая, все думали, что и снега не будет даже ничего, и мороза не будет, надеялись, что будет без мороза. И вдруг, так неожиданно, стало холодать, стало холодать, эти первые, что после крошечения вообще стали сильные морозы. Ну, думаем, это уже не сильно будет длиться долго. Но были же не такие суровые зимы? Бывало, что было снегу и великие увалы, ровно заборами, ровно окнами было, каждый день чистили. Была разминка даже, шевелилися. Добрые везутся жить, натопил печку, и морозы не страшные, и автолавка ходит, только что вот магазина у нас нема. Зима испокон веков была порой своеобразного отдыха для крестьянина. Урожай собран, дрова запасяны. Хлев для скотины утеплен неперебитой соломой. Мужикам и работы особой-то не было. Скотину накормить, да корзину сплести. А что рабить? Отдыхает. Свет не горит по улице, темно выходит. А днем? А днем, а что ты будешь? Откинусь негде, ляжешь. Серегалы, а что больше? Автолавка пришла, пришел, взял, да пошел. А что ты будешь рабить? А ранее что рабил? Что рабил? На работу ходил, рыбу ловил, грибы собирал летом. Где там работы хватает? Работы хватает зимой, что ты будешь рабить? Горелку пить, которая автолавка привезли, и то дорогая. А что же, столицы русских самогонщиков нема? А, нема. Разве что женщины всегда себе находили занятия. Пряли, ткали, вышивали. По вечерам ходили на посиделки. Сегодня скотины той нет. Разве что куры, мурлыки да дворняги. И в домах все больше одинокие вдовы. И малышко-то теперь в деревне привозят из города. Изменчивого время, как в калейдоскопе. И хоть деревня поредела, поутихла, не звенять ребячими голосами снежные горки, не играет гармошка по вечерам, как раньше. Деревня не унывает, не жалуется на жизнь. Наоборот, необремененные большим хозяйством сельчане вздохнули легче. Я, например, вельми люблю читать, разгадывать кроссворды. До дата, когда газеты «Слонимский вестник», что я выписываю, регулярно гуляю газету «Комсомольская правда». Нам вельми цикавая эта газета. Я еще, калей старается час, люблю вышивать, шить, вязать. И, калей старается свободная хвилинка, гляжу, цикавая передача по Талевачанню. Особливо мне подобаются передачи в мире живелых, в новости люблю глядеть, что, ну, сериалы цикавые люблю глядеть. А господарка еще есть такая? Господарка? Кот-барщик со мной живет. И коры. Больше нема. В теперешний час мало, кто вез и господарки держит. Так что люди предоставлены сами себе, любят отпочивать, гулять, отдых, отпочиваются. Вельми циновные сегодня на дворе. И морозит так, по наших мерках, будем сказать, средний. Прогульваться любится. Люблю. Каждый день, каля часу я гуляю по везце. Хоть в первый час сустрякается мало людей по дороге, а каля кто сустренится, люблю и погутарить. А теперь оно благодарит Бога за то, что гадокожице наелся, напився и, как говорят, на Бог. Еще и хватает хлеба, и до хлеба. Так не тяжко. Не ма чого грошить. Так не тяжко и зимою увезться. А чого тут тяжко? Что я тут, чем занята? Что ж, жизнь, как говорится, течет. Жизнь продолжается. Мама, отец и родня, там окрестили меня. Даже молитва слышнее, там среди русских полей.